И о другом топливе твердом. Дефицита угля не существует. В этом убедить наших журналистов попытались сотрудники Акимата Карганды и производители. Накануне мы показали, как жители рубят деревья во дворах, чтобы оттапливать дома из-за нехватки угля. Сегодня Людмилу Батюшкину пригласили в пункт отгрузки топлива, чтобы доказать обратное. Удалось ли? Давайте посмотрим. Водители грузовиков просят скрыть их лица. Все они ждут так называемый уголь орешек. Это сортированные камушки. Именно они пользуются большим спросом. Рамзан признается, что ночует в своей машине возле карьера Рапид с прошлого четверга. Но отпускают орешек лишь два раза в неделю. Честно? Как четверга? Да серьезно говорю вам. Очередь же здесь, по записи все. Ну, в смысле, неделю, что ли? Ну, да. Директор шахты уверяет, угля хоть отбавляй. На складе 10 тысяч тонн. И загрузить им машину можно в течение часа. Но это мелкий уголь, который никто брать не хочет. Его отправляют на промышленные предприятия. Орешек будем считать, это пироженка для свишек. А вот хлеб, если хлеба в стране хватает, хлеба хватит всем. А за пироженками, прошу всех приезжать в мае месяце, в мае месяце у нас пироженок завались. В очереди у Рапида 7 машин. У склада с шебаркульским углем больше 50 со всех регионов Казахстана. По официальным данным, с 10 октября в Караганды реализовано 380 вагонов угля. Это 27 тысяч тонн, что в три раза больше, чем в прошлом году. В Акимате подсчитали, что 60% машин – это перекупщики. Купив уголь по 10 тысяч, они продают его населению по 13, а в других областях и по 20 тысяч тенге за тонну. Плюс доставка. Чиновники ожидают, что к середине ноября очередей уже не будет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.